Например, эффект x1. Ну, здесь, соответственно, столбик x, поскольку находимся мы в строчке x1, поэтому это эффект x1. Считается, как разница между v, об этом сейчас скажу, и vx, то есть логарифмом от среднего геометрического всех профилей, частот всех профилей, в которых задействован x1. Что же такое величина v? Это базовая величина, от которой, собственно говоря, мы и отталкиваемся при оценке силы или слабости эффекта. В данном случае, в данном толковании, которое основано на классической работе Аптона, вот, собственно говоря, на этой работе, вот этой базой является средний логарифм от всех частот или от частот всех профилей, представленных в нашей выборке. В том числе и тех, частота которых равна нулю, поскольку, например, профиль x1, y1, z1 в выборке он равен нулю. Здесь у нас он равен пятидесятым в силу добавления для удобства расчетов пятидесятых. Итак, среднее геометрическое от всех частот. И потом от него взят логарифм. Собственно говоря, эта величина в толковании Аптона и выступает в роли константы, относительно которой мы оцениваем величины эффектов. Другими словами, мы берем как бы усредненную частоту, только усредненную не среднеарифметической, а среднегеометрической. Берем от этой среднегеометрической частоты логарифм. Она, собственно говоря, является базой. Если какой-то эффект заставляет частоту сильно увеличиваться или уменьшаться относительно данной базы, мы считаем этот эффект значимым. Если же серьезные добавки или, наоборот, уменьшение частоты для какого-либо профиля относительно базовой величины не происходит, значит, статистически незначима величина того или иного эффекта.